Анзор Амберкович, добрый день. Хотелось бы вас узнать, приезжая на такие турниры, молодеете душой? Да, я и так молодой, честно говоря. А тем более, когда играют молодые мальчики и даже девочки, то для нас, для ветеранов, всегда это очень радостно и очень приятно. И поэтому я очень сегодня благодарен организаторам этого турнира, и в частности президенту национальной, студентской лиги, я имею в виду Россию, стукало у Андрея Николаевича за то, что он нас пригласил. Ну, я имею непосредственное отношение к этому делу, потому что я первый вице-президент национальной лиги студентской, и к тому же организатором являюсь и созданию международной студентской лиги. Мы на базе нашей организации, Всероссийской Федерации Футбола, предоставили право, то есть как в качестве учредителя и юридические адресы, предоставили право регистрироваться в Министерстве Юстиции Российской Федерации. Так что я непосредственно замешан во всех этих футбольных безобразиях. Скажите, пожалуйста, вот будучи студентом, у вас была возможность участвовать в таких студенческих соревнованиях, как Нарфаминские игры? Вообще-то у нас никогда такого не было. Я закончил университет грузинский государственный. У нас никогда не было такого, чтобы студентские команды выступали где-то. Мы всегда с воодушевлением узнавали о том, что окажется в развитых зарубежных странах, в Америке, в США, в Англии и так далее, есть студентские команды, которые являются наравне с командами премьер-лиги, являются великолепными клубами. И знаете, что очень многие баскетболисты, особенно это были, то они всегда нам показывали пример. И когда мы затеяли вот это дело в России, Андрей Николаевич Стукалов всегда акцентировал вопрос о том, что массовость наша в целом вроде как работает по развитию футбола, но студенческое сообщество вообще не принимает участие в этом деле. И как раз вот эта золотая молодежь, они должны находиться в пику тех соревнований, которые даст нам право через определенное время получить готовых специалистов. Или классных футболистов, которые будут играть в команде премьер-лиги, или просто специалистов, в том числе и общественных тренеров. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста.